На 1 января 2016 года мы планируем всех, кто стоит в очереди, кто встал в очередь, и дети, которым исполняется три года, все будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Мэрия будет выкупать помещения у частных застройщиков и создавать новые детские сады. Но это не приоритетная задача. Главное на следующий год уплотнить, доукомплектовать, перепланировать. За счет таких нехитрых манипуляций появится более тысячи новых мест. Надежды возлагают и на семейные группы, которые активно создавались в этом году. Исполняя указ президента Российской Федерации и в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования, детский сад в этом году получил 9 миллионов 420 тысяч рублей на создание дополнительных мест. На базе нашего детского сада для ребят создано 90 мест. Но это стало возможно благодаря перепланировке. Объединили спальню и игровую комнаты. Такие изменения новый СанПин позволяет. Каждому ребенку положено 2 квадратных метра, а на каждые 5 детишек один унитаз и умывальник. Здесь в этой группе встанут четырехъярусные кровати. Им места будет достаточно, чтобы раздвигать. А остальное время, когда дети закончили режимный момент сон, они будут сдвигаться и все место будет детьми использоваться для игры. Таким образом, в группах будет около 40 человек. Но справится ли с такой оравой один воспитатель? Обещают, в больших группах будут работать по два педагога. К тому же в списках всегда больше детей, чем приходит реально. Вопросы о поборах в детсадах, которыми пестрят соседи города, также не остались без ответа. Обязательный выплат – это 120 рублей. 120 рублей складываются из чего? 112 рублей за питание и 8 рублей за оплату на хозяйственные бытовые нужды. Это в день? Это в день. Другие выплаты, которые мы часто называем поборами, они должны осуществляться и в большей мере они осуществляются только на добровольной основе. Аюна Чертарова, Александр Хомаганов. Первая. Альтернативная.